Сейчас вы слышите разрывы. Противник обстреливает тяжелые артиллерии, галмичные из нескольких батарей, обстреливает окрестностей Славянска и город Краматорск. Обстрел ведется массированно, в основном, даже не в основном, а исключительно по городским кварталам и по промышленным предприятиям. Если Славянск уже привык к постоянным, непрерывным, ежедневным, еженочным обстрелам, то в Краматорске сейчас началась паника. Впервые массированно накрыты тяжелыми снарядами городские кварталы, панельные дома, частный сектор. Там сейчас пожары, взрывы массы убитых и раненых. Там сейчас работают ваши коллеги, из НТВ, я думаю, они дадут картинку сегодня вечером. Я хотел сказать о том, как я вижу ситуацию сейчас и для чего это делается. Это делается для того, чтобы показать всем городам Донбасса, что будет с ними дальше. Они разнесли Славянск. Отсюда сбежало более половины населения и продолжают уходить. Сейчас они разобьют Краматорск. Краматорск больше Славянска и мы получим еще несколько десятков тысяч беженцев, значительная часть из которых окажется в России. В России к приему беженцев, насколько мне известно, совершенно не готова. Может быть, в Москву докладывают о том, что Россия готова принимать. Так вот, у меня есть свои информаторы, которые мне говорят о том, что совершенно не готова Россия на государственном уровне принимать десятки, а потом сотни, а потом миллионы беженцев. Следующим за Краматорском у нас пойдет Дружковка, Константиновка, потом у нас будет Горловка, потом будет Макеевка, Донецк, Луганск. Далее, что называется, везде. То, как действует украинская армия, мы видим. Они не бьют по объектам ополчения, они бьют в первую очередь по инфраструктуре. Они обещают дать, как говорится, пустить ремонтные бригады и обстреливают их. Они утверждают, что мы сами бьем по своим собственным школам, по собственным водоочистным сооружениям. Это все делаем мы, террористы. Они здесь ни при чем. Теперь короткий прогноз того, что будет дальше. А будет дальше следующее. Основные силы пехоты и танков противник перебросил на Северо-Луганской области и на Юг-Донецкой. Ежедневно они продвигаются вперед на 10-15 километров методично, отрезая мятежные регионы, по их мнению, от границы с Россией. То есть отрезая от помощи всем. Начиная от боеприпасов, возможно, оружия, которые гипотетически когда-нибудь могут быть поставлены. До продовольствия, лекарств, ну и всего остального необходимого. И смею вас заверить, если Россия не примет срочных мер, реально срочно, решительно, то они добьются успеха. Поскольку несколько тысяч даже ополченцев, которые сейчас сосредоточены в районе границы, с несколькими танками, с несколькими орудиями, даже с большим количеством пулеметов и гранатометов, они все равно не смогут долго противостоять авиации, артиллерии, массе танков. То есть то, в чем противник обладает абсолютным преимуществом. Здесь соотношение примерно может оцениваться как 1 к 500 в танках, 1 к 300 в боевых машинах пехоты, 1 к 800 в артиллерии. Ну вот что-то в таком порядке. Но про авиацию я вообще молчу, то есть абсолютное господство в воздухе. Противника как было, так оно и остается, собственно, на данный момент. Поэтому пройдет неделя, 2, 3, может быть месяц, самые боеспособные части ополчения будут обескровлены и рано или поздно разбиты и уничтожены. То, как противник действует, мы видели в Мариуполе. Они окружили город, заблокировали его блокпостами, использовав тяжелую технику, отрезав от всех путей оказания помощи. После этого туда вошли отряды карателей, это спецподразделения, это батальоны так называемых добровольцев, а по факту наемников, там Азов, Донецк и прочее, Анбас. После этого они зачищают город от немногочисленных ополченцев и идут дальше, к следующему городу. А в этот город вводится гарнизон, который полностью занимает ключевые пункты, зачищает всех недовольных, помещает их в фильтрационные лагеря, в фильтрационные пункты, арестовывает и едут на следующем. Вот что нас ждет. Теперь я хочу сказать, что прокомментировать некоторые споры, которые сейчас идут в России среди общественности. Сделая, значит, представляется альтернатива, альтернатива между полномасштабной войной и невмешательством в дела Новороссии. Что представляет на данный момент из себя невмешательство? Вмешательство представляет из себя внедрение в российское общество надежды на то, что местные русские самостоятельно, без масштабной помощи России, смогут защитить Новороссию, отразить натиск противника и успешно держаться столько, сколько необходимо для того, чтобы дать России время на то, чтобы принять какое-то решение по данному вопросу. Второе, значит, это убеждение населения, что война, если она начнется с защиты русских, то она невыгодна для России, что она приведет к тяжелым экономическим последствиям. И в итоге может окончиться неудачно для России, ну, хотя бы в экономическом плане. Я могу сказать следующее, что то, что война, которая сейчас здесь идет, окончится для России в экономическом плане крайне тяжело, это уже неизбежно по факту. Просто неизбежно по факту. Россия очень сильно пострадает в экономическом плане от этой войны, в которую она вовремя не вмешалась, не введя миротворческие войска. Когда можно было занять весь Танецкий и Луганский регион, восставшие против противника, это можно было сделать еще достаточно безболезненно сразу после референдума, который здесь прошел. Когда она не ввела миротворческие силы, с этого момента мы начали терпеть поражение. Теперь ввод миротворцев просто невозможен. Без масштабной войны, без ударов авиации, без огня артиллерии, без вторжения танков, без частичной мобилизации Российской Айры. Мы просто тянем время, я честно вам скажу. Мы тянем время, мы сражаемся, никто не сидит на месте, производится мобилизация, как людей, так и достаточно скудных ресурсов. Производится мобилизация, но мы все равно за противником не успеваем. Некоторые думают, что украинская армия плюнет на нее и рассыпется. Она рассыпется, неизбежно рассыпется, если она встретит сколько-нибудь способного ей противостоять противника. А здесь у нас не сражение Давида с Голиафом. Здесь у нас самое натуральное сражение слона с муравьем. Муравей может очень сильно попусать слона. Но слон его рано или поздно, даже старый больной слон, он ее все равно задавит. Даже если у него подогнутся ноги, он его задавит просто своим весом, своей массой. А мы не должны забывать, что противник получает и финансовую, и экономическую, и военную помощь от всей Европы и от Соединенных Штатов Америки. Если вы думаете, что гривна после двух месяцев войны и от падения целого ряда территорий держится сама по себе, просто потому что это твердая валюта, обеспеченная золотом, это просто смешно. Естественно, Украину поддерживают и будут поддерживать. Причем поддерживают настолько масштабно, насколько нам, востаршему здесь русскому населению и присоединившимся к ним добровольцам, даже не снилось со стороны России. И при такой массированной поддержке, неужели кто-то воображает, что мы сможем здесь устоять? Да, мы можем еще держать Славянск, как я сказал уже вчера или позавчера, когда я давал интервью, и месяц, и полтора. Но рано или поздно нас здесь уничтожат. И мы не можем перебрасывать гарнизон Славянска из одного города в другой, не оставляя эту территорию. Мы сможем сформировать еще пять Славянсков, которые будут все равно рано или поздно окружены, разрушены и уничтожены вместе со всем населением. Альтернатива является на самом деле только одна. Альтернатива войне. Либо войне, либо полной сдаче Новороссии. Альтернатива одна. Это немедленное признание де-факто Новороссии, Луганской и Донецкой республик, и оказание им реальной, крупномасштабной и срочной военной помощи. Это можно рассматривать как обращение официальное к Российской Федерации, к руководству? Я не имею права обращаться от имени Донецкой Народной Республики, хотя я наделен саном, потому что реально, конечно, мой статус не отвечает ему. Но наделен саном министра обороны, я обращаюсь как в данном случае, как командир ополчения Донецкой Народной Республики, и как патриот России, как патриот русского народа. Да, это можно рассматривать как обращение от имени Донецкого Народного Ополчения. Люди просто вот три дня или четыре дня пробыли на Семеновке, мы с нашей съемочной группой, ну, в окопах, на передовой со многими общались. И у многих есть желание, в общем-то, идти вперед и вступать в прямое боестолкновение, хотя командиры объясняют им, что на данный момент это, ну, не представляется возможным. Ну, все-таки, вот так публично сказать, почему, не хватает каких ресурсов для... Это всех, просто всех. Вот сейчас у нас здесь под Славянском сосредоточено пять гаубичных батарей противника. Это 20 полноценных тяжелых орудий калибра 122 и выше. Плюс к этому еще, ну, сложно сказать точно, ну, 4-5 минометных батарей калибра 120 и 82 мм. Противник хорошо укрепился на своих позициях. Его пехота по численности по-прежнему превышает нашу. Кроме того, у него на каждом блокпосту имеются танки и бронетехника. И каждый блокпост по силе бронетехники равен всем нашим силам в Славянске и Краматовске. Всем нашим силам. А про исправности так я вообще не говорю ничего. У нас нет ни одного танка. У противника они на каждом блокпосту, на каждом близлежащем. Напротив Семеновки находится блокпост на повороте на Красный Лиман. Там еще недавно находилось 6 танков. И они там по-прежнему находятся, выведенные в резерв. Если я пошлю ополченцев в атаку, их сначала накроют минометным огнем в чистом поле. Потом сверху с большой высоты по ним отбомбится авиация. Потом их накроют гаубльцами. Потом танки их раздавят. И получится у нас второй Донецкий аэропорт только с еще большими потерями. А когда они обескровленно откатятся на исходные позиции, им уже нечем будет не только наступать, но и обороняться. И так ситуация на самом деле практически на всех участках фронта. Мы можем кусать противника. Мы можем его атаковать с флангов. Мы можем действовать, где все равно разведными группами. Мы можем уничтожать день по одной-две единицы бронетехники за счет героизма наших бойцов, которые способны проникать в тыл противника и бить его в упор. Но изменить ситуацию только одним героизмом, а только одним стрелковым оружием, гранатометами и несколькими минометами против целой прекрасно вооруженной армии мы не в состоянии. Мы можем только обороняться. Обороняться, обороняться, обороняться. Но, к сожалению, противник везде превосходит нас. На каждом участке фронта превосходит нас. И в числе и техники, и людей. Про технику вообще нельзя было сказать. — Игорь Иванович, можете прокомментировать сообщение на интернете о наличии у ополчения не у Савянского отряда, а у других подразделений Донецка, Гурловской, тяжелого вооружения, танков, градов. Также сегодня появилась информация, что якобы отряд Алексея Мозгового захватил 15 батарейных. Насколько это все соответствует действительности? — Во-первых, как известно, нигде так не врут, как на войне и на рыбалке. Я знаю, сколько Алексей Мозговый провел хорошую операцию, кое-что захватил, кое-что уничтожил. Действительно, для его небольшого отряда, который был намного меньше советского гарнизона. Взято трофеи, взято вооружение, как говорится, но это все очень мало. Это все очень мало. Противник может восполнить из бесконечных практически запасов Советского Союза любое количество подбитой и захваченной бронтехники. У нас же нету даже тыла, если это бронетехника. Когда, вернее, эта бронетехника ломается, у нас просто нечем ее даже восстановить из-за отсутствия запчастей, поставок которых у нас, естественно, нет. То есть поймите, что одна БМП никогда не сможет противостоять 20-30. И даже три танка, которые восстановлены в Горловке, старых при старых, даже эти три танка не смогут противостоять 30-60-90. А здесь у украинской армии счет идет на сотни танков. Не говоря о том, что сверху влетают Су-25, которые, пусть даже их иногда сбивают, они все равно держат полное господство воздуха. Продолжение следует...